В 19-й гимназии города Черкеска прошло общегородское родительское собрание, на котором до представителей будущих выпускников была доведена информация о правилах сдачи в 2024 году государственной итоговой аттестации. Какие действия могут привести к отчислению с экзамена, об этом и многом другом в сюжете корреспондента Артура Мхце. «Сегодня мы попросили вас прийти на общегородское родительское собрание для того, чтобы ознакомить вас с порядком проведения государственной итоговой аттестации 2024». С 1 сентября прошлого года в России начали применять новый порядок проведения государственной итоговой аттестации по школьной программе. Чтобы введенные новшества не стали для без пяти минут выпускников и их родителей неприятным сюрпризом, представители образовательных ведомств организуют собрание. Где рассказывают обо всех нюансах тех или иных требований. Так, ранее в Карачао-Черкесии были проведены встречи с самими учащимися, на которых молодежи детально разъясняли порядок сдачи предметов. Впрочем, школьники и в прошлые годы знали, что можно и чего нельзя делать на экзамене. Тем не менее, имели место нарушения, приводившие к кардинальным решениям, в том числе к отстранению от аттестации. Школы города Черкеска с сентября месяца проводят широкую информационно-разъяснительную работу с выпускниками, проводят классные часы, объясняют правила и требования в период ЕГЭ, а также проводят тренировочные мероприятия по заполнению бланков, чтобы не возникло никаких проблем во время проведения ЕГЭ. Когда мы с вами общаемся напрямую, то у вас есть возможность задать те вопросы, которые вы, может быть, стеснялись спросить, когда проходили родительские собрания. Может быть, они у вас возникли чуть попозже после собрания. Поэтому у вас сегодня есть возможность задать все вопросы, чтобы проведение государственной итоговой аттестации для ваших детей, для выпускников школ прошло в штатном режиме без сбоев, чтобы все выпускники получили по итогу аттестат за курс среднего общего образования. Когда необходимо окончательно определиться с выбором дисциплин для сдачи экзаменов? За что высока вероятность быть отчисленным с аттестацией? Когда можно пересдать предмет? Кому-то из родителей данные на этот раз разъяснения наверняка пригодятся. Впрочем, в век информационных технологий обо всем можно еще раз ознакомиться на официальных ресурсах Федерального образовательного ведомства. Артумовцы, Алибастанов, Вести, Корчао, Черкесия.